Всем привет! Вы, как всегда, на канале разгоняем Алка-Поезд, и наш состав сегодня пойдет в экспедицию. Ну и, как вы поняли, в экспедицию мы пойдем, не отходя от стола, потому что экспедиция – это водка. Значит, давайте смотреть. Водка-экспедиция. Здесь у нас нарисован такой котелок, тут палаточка. Угольки горят, так все красиво. Очищена березовым углем. Но я потом сальную шутку отмочу, если не забуду по этому поводу. Значит, крепость 40, объем 0,5. Этикеточка, кстати, переливается, все так приятненько, красиво. Будылка напоминает мне медную лошадку. Здесь здесь выштамповочка такая. И давайте сразу по составу, чтобы не тянуть. Значит, в составе у нас вода питьевоисправленная, спирт, люкс из пищевого сырья, зерно и все. Вот это меня и привлекло, потому что это будет действительно интересно. Значит, производит это у нас все наш любимый концерн, алкогольная сибирская группа, значит, АСГ. И в данном случае, ну, опять же, два завода, Омск и Русский Купажный. Я уже посмотрел, у нас, наконец-таки, Омск. То есть, вот оно, наконец-таки, нашлось здесь у нас на югах именно что-то от АСГ производства не русского этого завода, а именно Омск. Я надеюсь, сегодня действительно будет, ну, просто охренительная вещь. Ну, я так надеюсь, а как будет, я не знаю. Значит, выглядит неплохо. Давайте, наверное, открывать будем, да, пробовать. Как она, кстати, открывается-то хоть? Да нет, нормально открывается. Есть наливака. Вот сколько уже вот этих вот разных напеточков, да, вот, которые входят, так сказать, в ведение АСГ групп. И везде вот, ну, тоже там, Пять Озер, там, вот этот, как его там, ну, Сибитр еще, ладно, нормально был. Но вот везде какие-то вот проблемы именно с этим русским заводом. Ну, как-то вот, не знаю. И в комментариях тоже люди пишут, что Омск вообще другое. Вот я надеюсь, что сегодня действительно вкусим то, что и должно быть. Запах, спирт, вода. Ничего, вот ничего другого, спирт, вода. Спирт очень ощутимый, потому что здесь другого, собственно, ничего и нет. Опять же, берем аналог, вот запах, как у честной. Только чуть-чуть, ну, такая посерьезнее спиртовая нотка. Не, ну, неплохо, неплохо, ожидаемо, спирт, вода. Давайте пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Экспедиция. Пока не могу сказать конкретно. Экспедиция ушла пока недалеко. Мы где-то топчемся в пригородной черте. Идем дальше. Углубляемся. Вы знаете, она прям такая ощутимо спиртяжная, но опять же, по аналогии с честной. Даже не знаю, как это правильно охарактеризовать, но во вкусе действительно только спирт и вода. И спирт очень-очень ярко выражен. Не могу сказать, что гадко, но сильно. Вот очень сильно. То есть, выпиваешь, ты чувствуешь, вроде бы сначала неплохо так заходит, потом такой бы дыщ, именно такой, ну, сильно спиртовой. Опять же, по аналогии, вот кто пил водку честную, которая на Альфе. Вот что-то подобное только здесь, наверное, ну, где-то, может быть, в полтора раза помощнее будет. Ну, как-то так, не знаю даже. Я вот сейчас хаотично думаю, с чем бы ее сравнить. Но у меня там есть один вариантик, наверное, с ними сравним. Пока очень сильно на любителя. На такого большого любителя, с большой буквы Л. Давайте третью. За вас, друзья. Пока скажу так, я ожидал несколько другого. Думал, она будет все-таки немного-немного помягче. Вот ей все-таки не хватает здесь немного, может быть, меда, может быть, какого-то сиропа или там сахара. Ну, вот чуть-чуть, вот ее бы, лично, вот по моему мнению, ее немножко надо умягчить. Не скажу, что плохо. Вот здесь действительно чувствуется, наверное, вот эта вот разница, опять же, русского этого завода и омского. Здесь нет какого-то дурацкого дебильного привкуса, нет гадости в запахе, что вот часто присутствует именно у русского завода. Здесь вроде бы все нормально, но, блин, ну, по мне немножко жестковато. Именно жестковато я бы ее, может быть, чем-то смягчил. Но, опять же, может быть, тогда она бы потеряла свой уникальный колорит. Хотя, по мне, так и гори в воду этот колорит. В общем, знаете, вот такая вот водка, может быть, где-нибудь на озере, на речке, да в холодную погоду, когда вы промокли. Может быть, действительно это было бы замечательно, но пока я так не скажу. Не скажу, что замечательно. Нормально, может быть, интересно, кому-то зайдет. Но мне, честно говоря, просто вот по мне она несколько во вкусе именно рисковата. Ну, это, опять же, я же изнеженный тут всякими тут альфами, рейками и прочим-прочим. Может быть, и потерял-то былую хватку. Когда у меня, хотя у меня никогда это и не было, и в походы я никогда не ходил толком. Я вот человек, который люблю цивилизацию, чтобы душ был, ну и другие удобства, так скажем. Давайте еще эту экспедицию. Вот она входит не сильно жестко, а потом раскрывается очень-очень сильный спиртовой привкус. Он действительно такой доминирующий здесь. Прям такой бубух. И вот до сих пор он стоит, этот привкусит спиртовой. Вот я не закусываю, ничем не перебиваю. И вот я его постоянно ощущаю. Он пропадает очень-очень медленно. Не, ну опять же, знаете, может быть, кто любит вот такие вот какие-нибудь ультра-лухари-премиалочки, где только спирт и вода, может быть, и стоит попробовать. И действительно, может быть, и зайдет, и зайдет. Но в любом случае закусить ее хочется. Может быть, знаете, даже чем-то поконкретнее. Вот как обычно взял тут свой этот пинч набор в виде капусты, сыра и колбасы. Может быть, вот под что-то горячее, вот какие-то вот действительно такие блюда, типа там ухи, может быть, там под какое-нибудь мяско там жареное. Может быть, и по-другому бы она была. Но вот здесь вот именно хочется что-нибудь поконкретнее. Может быть, там огурчика, там бочка овощи, что-то такое. Как-то вот, как-то вот так вот. Ну, обещанная сальная шучка про березовый уголь. Это из городка, когда два рыбака сидят, значит, рыбку ловят, холодно, и один такой, что, замерз, давай, самогон эти своего. Говорит, вот такой получился. Говорит, ух, супер. Говорит, давай, наливай. Говорит, двойной очистки или тройной? Тройной очистки. Он его наливает, он такой, хоп, выпивает, закашлялся. Говорит, что-то не пошел. Говорит, что-то не пошел. Говорит, может, ты его плохо очистил. Он, да нет, говорит, хорошо очистил. Говорит, первый раз я его пропустил через вату, второй раз через уголь, а третий раз через себя. Ха-ха. Нет, здесь, конечно, через себя никто не пропускал. Но если бы сюда бы добавили что-нибудь еще, я думаю, водка бы точно выиграла. Ну и по традиции, мою любимую шарманку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тыкайте колокольчик, пишите комментарии. Всем заранее спасибо. Или, вот знаете, под какую-нибудь кашу с тушенкой, она бы, наверное, зашла бы гораздо лучше, чем под сырок треугольник. Что-нибудь такое, особенно, знаете, если с костра, да еще, когда ты промок, когда тебе еще медведь отъестествовал. Но, скажу пока так, второй раз ее не возьму. Не мое это. Давайте еще накатим, и возьму водку для сравнения. Кстати, кто-нибудь такую водку не видел, насколько я понял, она только-только вот недавно вышла на рынок. Поэтому, если вы заинтересовались, почаще заглядывайте в магазин. Вполне возможно, она уже есть. Сразу по ценнику, чтобы добавить интриги в наш не совсем радужный обзор. Значит, водка-экспедиция. 326 рублей. Брал ее в пятерке. 326 рублей. Это вам не хвост собачий. Это уже, извините, действительно что-то более серьезное. Ладно, давайте. За мои сомнения. Ну, здесь прям напрашивается. Вот в этом привкусе хоть что-то, вот что-то добавить. Вот оно прям кричит тебе. Ну, дайте мне какой-то вкус. Хоть немножко мне чем-то улучшите. Ну, хоть какую-то там, не знаю, мягкую нотку добавьте. Пам-парам-пам-пам. И появляется сравняйка. Сравнивать мы будем сегодня с парламентом. Потому что у меня из вода, которая только вот спирт, люкс и вода, остался только он. Есть, конечно же, еще рейка, но это, ну, немножко будет некорректно сравнивать. А здесь примерно, ну, более-менее сходные ценовые категории. И, опять же, состав. Только здесь у нас очищено березовым углем, а тут у нас очищено молоко. Прошу прощения за мою излишнюю эмоциональную сегодня болтливость. Ну, как-то вот накопилось у меня. Какая-то такая неделя. Мало, видимо, общался я. Так. Наша экспедиция. И парламент. Вот так вот. По запаху. Так, ну, я парламента налил немножко больше, ну, ладно. Парламент по запаху мягче однозначно. Чисто конкретно однозначно. В раза в три мягче. Здесь прям такой хороший спиртовой запах. А парламент я так еле-еле-еле дохленький. Ну, сначала экспедицию. И наш парламент. Парламент немного мягче. В парламенте есть сладость. Но у парламента вкус, как сказать, знаете, вот как брызги. Он как-то вот больше так вокруг разбрызгивается. Так, бак-бак-бак-бак. Ты его вокруг ощущаешь. А вот здесь ты выпиваешь, и ты сразу чувствуешь вот эту спиртовую нотку. А в парламенте он как-то вот, ну, не сразу раскрывается. То есть, проходят какие-то доли секунды, когда ты чувствуешь одно, потом второе. Так вот раз-раз-раз. Потом уже общая картина вырисовывается. Здесь картина вырисовывается сразу. Но парламент все-таки будет помягче. Ну, а тем временем нас покинул парламент. Значит, время подвести итоги. Значит, водка-экспедиция. Значит, спирт-люкс и вода. По сути, состав для, ну, такой вот ультра-премиум лухареводов, водки для, ну, людей, которые любят такой конкретный водочный вкус. И так оно, по сути, есть. Здесь, в принципе, ничего постороннего. Очень мощный спиртовой такой, хороший такой вкусец. Значит, очень, опять же, мощный спиртовой запах. То есть, действительно, нам не врут. Спирт-вода. Ничего постороннего. Опять же, кто любит подобное, берите, пробуйте. Кто не любит, может быть, и не стоит тратить денег. Если вы любите, чтобы было помягче, это не ваш вариант. Помягче здесь отсутствует. Я еще раз повторюсь, по мне, так здесь все-таки надо было бы сделать ее хотя бы немножко-немножко помягче. Но это, опять же, это я такой вот сопливый какой-то ребенок югов. А все-таки это АСГ групп, которая у нас Сила Сибири. Водка для серьезных таких мужиков. Может быть, для серьезных мужиков, таких суровых, она как раз-таки и зайдет. Особенно, если это будет все употребляться на природе. Под какую-то горячую еду, которая приготовлена на костре, желанно приготовлена на костре. Самая вкусная еда, это когда ты приготовил что-то на костре, когда ты жрать хочешь. Там заходит все абсолютно. И вполне возможно, это будет действительно хорошее дополнение. В целом, пойдет такой троячок, троячок. Водка на любителя. Сами понимаете, это все-таки, опять же, повторюсь, люкс-вода. То есть, опять же, оценивайте ваши вкусы, оценивайте ваши желания, что вы хотите от водки. Здесь вы мягкости не получите. Вы здесь получите водку. Водку, причем водку без никто. Вот просто водку без никто, где самое важное будет, это качество материалов. То есть, качество воды, качество спирта. По качеству вопросов нет. Но для меня несколько, все-таки, мощновата она. Водка экспедиции в любом случае имеет место быть. Я думаю, есть очень большой круг людей, кому она точно зайдет. Поэтому давайте, друзья, за вас и до скорого. Продолжение следует. Продолжение следует...